Вы ждёте рассказа о нашем городе? Это нелегко сделать. Каждый ведь видит свой город по-своему. Ну что ж, я расскажу вам о том, каким я увидел город 43 года тому назад, когда я первый раз сюда приехал, и о том, каким я вижу его сегодня. Преземление космонавтов в районе Перми произвело, по-моему, на всех ошеломляющее впечатление. Надо сказать, что Пермь немногие знают. И любопытные в связи с этим вещи происходят. Некоторые считают, что Пермь находится в Сибири, некоторые считают, что она в Заполярье где-то. Некоторые просто не знают, как пишется Пермь, спрашивают, где ставить мягкий знак, после Р или после М. А после того, как космонавты приземлились в городе Перми, ну, весь мир в один день узнал об этом. Когда весь мир узнал о Перми, появилась мысль создать фильм о городе. Город на каме, ты мне с давнего детства знаком, Город на каме, под уральским сквозным ветерком, Мне кварталы твои, мне проспекты твои, Словно песня первой любви. Город на каме, предрассветная кесть соловья, Город на каме, ты рабочая юность моя, Проходную войти, старый пропуск найти, И по пропуску в юность войти. Я вот вообще мысленно не могу представить себе наш город без камня. Я много раз ездил до Астрахани, по каме и в Омке. Мне камские берега никогда не надоедают. Ну и вообще, я не представляю, как это может быть город без реки. Это для меня совершенно исключено. КОНЕЦ Мне очень часто приходилось ходить по городу на рассвете. Так, работа складывалась, что часто очень была. Вот вспоминаю, что это был первый город в моей жизни, который я увидел. Мне он тогда показался большим городом. И почему-то мне на всю жизнь запомнились извозчики на каждом углу. Мне все казалось, что все люди должны ездить на извозчиков. Раньше говорили, что Пермь это город купеческий, чиновничий. Может быть, это до революции было, но и тогда, по-моему, преобладали все-таки рабочие. На каждого купца, на каждого чиновника приходилось не один десяток рабочих. Это было и Мотовилихинские рабочие, и ряда других предприятий, которые были. И тогда это был рабочий пролетарский центр. Когда я сейчас утром просыпаюсь и выглядываю из окошка, то я сразу как бы оказываюсь в детстве. Потому что из окна видно другую сторону улицы, на которой я живу. И там такие же точно домики, какие были на том месте, где стоит и мой дом. И вот стоит мне перейти на другую сторону, как я и с детства смотрю в сегодняшний день. И это, собственно говоря, на всем пути мы жили. Это была рабочая слободка. Это был загород. Тогда это даже за сибирской заставой было. Оттуда с ослободки мне приходилось каждый день к 7 часам, 10 минутам утра обязательно быть на заводе Дзержинского. И сам-то завод-то ведь был не тот, какой сейчас. И в этой связи мне хочется сказать, где-то в 34-м году мы решили заложить маленький сквер возле цеха. Цветы посадить и даже фонтан маленький устроить. Ну, над нами смеялись, говорят, вот артельно-прасный труд. А сейчас, когда прохожу по городским скверам, по городским садам, то невольно вспоминаю. А ведь началось с того, что мы построили возле цеха какой-то маленький скверик, маленький садик. А сейчас, на мой взгляд, очень зеленый город. Это когда-то, где-то в 25-м, может, в 26-м годах, открыли бокалейный магазин. И, значит, в этом магазине было одновременно несколько продавцов. Для нас это была такая диковина, что мы бегали, значит, несколько раз смотреть. Нам приходилось дело иметь с маленькими ловчонками, где сам хозяин, и он же продавец, и он же кассир, он все. Сейчас нас уже вообще чем-то трудно удивить. По улице сегодняшней можно судить, по-моему, о темпе жизни города. В то время как, ну, там, 40 лет тому назад, этого ощущения, такого ритма, такого пульса жизни не было. Город строится. Ну, вот, совсем по соседству с моим домом вела работы бригада каменщика Фролова. Вот деревня, бывшая деревня Суханки, сохранилась, как какая-то резервация старой Перми, и куда мы пионерами ходили и на воскресные походы, и на военные игры, и с ночевкой ходили, на рыбалку. А сейчас попадаешь сюда, и буквально через дорогу вчерашний день, и сегодняшний, и, может быть, даже уже начинающийся день завтрашний. Я очень люблю детей. Дети растут сейчас не так, как росли мы прежде. Развиваются не теми, если можно тут применить слово, темпами, чем раньше. Сейчас какие-то дети космические стали. Пионерские годы, наверное, не забудутся, сколько бы долго не продолжалась жизнь. Потом до этого я еще был октябренком, а до этого еще у нас называлась организация «Волчата» были. Это еще меньше. Ну, вот пионеры. Я вступал в 24-м году. Помню, любопытный случай произошел. Мне отказали в приеме пионеры, потому что в отряде, где он находился, не было ни табуретки, ни стула, мне негде было сидеть. Но я сказал, что я стул принесу из дому, и мне сказали, что нет, это не годится. Ты должен сам ее сделать. И там же в отряде была мастерская, я сделал табуретку, на которой потом по праву сидел. А вот чем отличается, скажем, молодежь 30-х годов, я бы сказал, боевым духом. Но, с другой стороны, вот я недавно, нынче, знакомился, как студенты Пермского госуниверситета строят новый корпус своего учебного заведения. Пермь очень крупный центр, где шесть вузов, много техникумов. Здесь очень многие студенты одновременно работают на наших предприятиях и в то же время учатся. Это вот такое, я бы сказал, соединение в себе города студенческого, города пролетарского. Это наиболее такая характерная черта Перми. Ну вот, возьмем, к примеру, скажем, Камскую газ. Люди строили ее. И одновременно работая, учились, вот, скажем, как Сыровачев инженер. До этого я работал на строительстве Камской газе. Дальше мастером работал. Потом перешел сюда. Потом стал работать техником подстанции, потом начальником смены, дежурным инженером. Когда я сюда пришел, у меня был уже окончен пермский механический техникум. А дальше я, значит, поступил в Пермский политехнический институт. Нынче его закончил. Когда я еще был школьником, я был как-то на экскурсии на нашей городской электростанции, которая построена по проекту Александра Степановича Попова, изобретателя радио. Эта электростанция давала 2000 киловатт энергии. Сейчас, пожалуй, такого количества не хватило бы на освещение одной улицы, на которой она расположена. У нашего города есть, по-моему, одна очень хорошая традиция, которую можно проследить на целом ряде предприятий. В нашем Неумсе это действительно молодой и очень перспективный научно-исследовательский институт. Вот строится здание его. Работники этого научно-исследовательского института, они не ждут, когда строители закончат им это здание. Они сами участвуют и в строительстве. В этом здании уже, собственно, не все окна застеклены, а уже там и счетные машины, и люди работают там. И вот наш Камский кабельный завод. Еще в недостроенных цехах завод уже наладил выпуск очень-очень нужной продукции. К моменту пуска предприятия завод окупил все, что на него затрачено. Камский кабельный завод. Пельмь театральный город. Московский театр, Ленинградский театр. Очень любят ездить на гастроли в Пельмь. Ну, вот в прошлом году был у нас театр на Малой Бронной. Ну, мы беседовали, вот в частности, с Сухаревской. Надо вам сказать, что вот города так же, как люди. Это, правда, до меня кто-то уже сказал давно, что города похожи на людей. Одного как-то сразу человека раскусишь, что к чему. А с другим еще, знаете, надо долго присматриваться, стараться вникать, понимать. И вот, когда я приехала, мне Пельмь показалась проще, чем она есть на самом деле. И вот только с половины я начала понимать, сколько здесь ценного, интересного. Мне очень понравился этот город. На самом деле, я здесь много просто интересной интеллигенции увидела. Вообще людей встречи много. Главным образом, знаете, приходилось, потому что днем я не репетирую, время было. И часто остановишься с человеком, с одним, с другим. На улицах очень много разговаривали с пермяками. Очень интересно. Я узнала много судеб, много мнений, много мыслей каких-то интересных. Я побывала, в Лукоморе посмотрела поэтический клуб, выступку молодых. Это все свежо, интересно, по начинаниям, по тенденциям самой. Мы вот буквально год-два тому назад увидели, что являемся обладателями богатейших собраний, которые относятся к двум тысячам лет до нашей эры. Все богатства искусства древнего Пермского края. И все это собрано благодаря усилиям многих, десятков и сотен любителей этого дела, которые, может быть, в свое время даже не представляли, что за ценности они собирают. Конечно, я, например, бывал за всю свою жизнь, бывал во многих десятках городов. Есть города, которые лучше Перме. А мне Пермя моя дороже, близка и тем, что я здесь живу, что я здесь что-то такое сделал, чтобы внести свой вклад в это. И, по-моему, так думает каждый. Иначе чувство Родины было бы утрачено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова